ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША Важными факторами окружающей среды является свет, температура, влажность. Организмы приспосабливаются к этим условиям среды и расселяются по земле. Приспособительные формы организмов по отношению к какому-либо преобладающему фактору называют экологической группой. В экологии все виды классифицируются не по родству, а по способам и формам адаптации к окружающей среде. Например, кенгуру, зебра и бизон обитают на разных континентах, но занимают сходные по условиям территории степей. Впервые на такие природные явления обратили внимание зоологи. Американский зоолог Джозеф Гринелл в 1914 году предложил условия, в которых живет вид, называть экологической нишей. А в 1927 году английский эколог Чарльз Элтон дополнил понятие экологической ниши. Под термином «экологическая ниша» он предложил понимать место живого организма в окружающей среде, его положение в цепях питания. Со временем это понятие усложнялось, дополнялось новыми явлениями, но остается одним из основных в современной экологии. В настоящее время понимание термина «экологическая ниша» включает место вида в природе в зависимости от факторов окружающей среды, роль вида в биологическом сообществе, биотические связи вида, образ жизни, который вид может вести в данном сообществе, пространство, в котором вид может существовать неограниченно долго. Можно сказать, что каждому виду на Земле соответствует своя экологическая ниша. Количество экологических ниш в природном сообществе зависит от нескольких причин — условий среды, количество видов, особенностей пищи, условий для размножения, наличия врагов и конкурентов. Так как существует видовая приспособленность к экологическому фактору, то и экологические ниши у каждого вида имеют особенности. Некоторые виды могут жить только в определенных экологических нишах. Например, панда, которая питается только бамбуком, в других местах, где нет этого растения, жить не может. Но различные виды крыс могут легко приспосабливаться к условиям среды обитания и питаться разнообразной пищей. Их экологические ниши разнообразны. У животных экологические ниши определяются более явно по сравнению с растениями. В африканской саванне на одной территории живут разные животные. Но каждый вид занял свою экологическую нишу и по-разному использует пищевые ресурсы. Жираф достает корм на высоте 4 метров. Антилопы питаются нижними ветками деревьев. Черный носорог употребляет в пищу кроны кустов. Зебры поедают траву. Газели питаются самыми низкими травами. Бегемоты — водной растительностью. Африканский слон обламывает и обдирает ветки деревьев на высоте 2-4 метров. Однако он может также пастись и на злаковых пространствах, захватывать хоботом и выдирать с корнем пучки травы. Разделяются экологические ниши и у хищников в саваннах. Львы охотятся на крупных антилоп и зебр, а гепарды — на мелких антилоп. Обитающие совместно виды птиц имеют разные рационы питания. Они активны в разное время суток, следовательно, занимают различные ниши. Экологические ниши животных могут резко разграничиваться у особей, которые представляют разные стадии развития. Один и тот же вид в разные периоды развития занимает разные экологические ниши. Например, головастик питается растительной пищей, а взрослая лягушка — плотоядное животное. Взрослые окуни — типичные хищники, а мальки живут за счет мелкого планктона. Гусеницы бабочек питаются листьями растений, а сами бабочки — пыльцой или нектаром цветов. У растений экологические ниши выделяются не так ярко, как у животных. Все растения получают питание в процессе фотосинтеза, используют воду, углекислый газ и солнечный свет. Определенные экологические ниши растения занимают за счет особенностей строения органов или процессов жизнедеятельности. Например, лишайники поселяются на поверхности почвы и используют для жизни влагу из воздуха, а в почве расположены мочковатые корневые системы злаков. Здесь же могут произрастать растения, корни которых добывают воду на большой глубине. Разное время цветения растений также можно рассматривать как условия для определенной экологической ниши. Экологи в степях наблюдают многообразие видов растений, которые цветут в разное время года. У растений сформировалась и разная потребность в свете. В лесу, где наблюдается многообразие видов, растения распределяются по ярусам. Самые светолюбивые — сосны — располагаются вверху. Менее светолюбивые — рябины и липы составят нижний ярус. Копытень, вороний глаз, мхи растут под пологом леса и хорошо переносят затемнение. Минеральное питание растения получают также заняв определенную нишу. Злакам необходим азот, который они получают из почвы. Растения семейства бобовых могут обходиться без азота, в их корнях живут азотфиксирующие бактерии. Нередко один и тот же вид может занимать различные ниши в разных географических районах. Экологические ниши совместно живущих видов могут частично перекрываться, но полностью никогда не совпадают, так как при этом вступает в действие закон конкурентного исключения — один вид вытесняет другой. Разделение совместно живущими видами экологических ниш с частичным их перекрыванием — один из механизмов устойчивости природных биоценозов. Если какой-либо из видов резко снижает свою численность или выпадает из состава сообщества, его роль берут на себя другие. Это видно на примере крыс. При совместном обитании популяции серый и черный крыс серые крысы постепенно вытесняют черных. В природе на одной и той же территории обитают сотни популяций разных видов. Организмы ведут жесткую конкурентную борьбу между собой. А уживаются они рядом благодаря тому, что занимают разные экологические ниши и не мешают друг другу. Концепция экологической ниши оказалась очень полезной для понимания законов совместной жизни видов. При этом понятие «экологическая ниша» следует отличать от понятия «место обитания». В последнем случае подразумевается та часть пространства, которая заселена видом и которая обладает необходимыми абиотическими условиями для его существования. Экологическая ниша вида зависит не только от абиотических условий среды, но и от его биоценотического окружения. Это характеристика того образа жизни, который вид может вести в данном сообществе. Продолжение следует...